И с мячом Сергей Игнашевич. Пас на Хонду. Тошич. Хонда! Опасно! Ставит корпус! Удар! Поворотом! Гол! Гол! ЦСКА открывает счет Зоран Тошич! 1-0! Сдержанная пока что радость Леонида Слуцкого и всей скамейки запасных ЦСКА. Здесь тоже можно вспомнить одну любопытную статистическую деталь. Дело в том, что в этом сезоне ЦСКА, если забивает и не пропускает, то пренепременно выигрывает. Но ни в одном из матчей ЦСКА не забивал больше одного мяча. Да, и пока вот перед этим туром была отрицательная разница мячей. У армейцев 4-6. Ну, а Зорана Тошича поздравили партнеры. Такая атака достаточно симпатичная. И мяч в касании передался. Еще раз смотрим Хонда. И вот здесь вот сыграл очень тонко Тошич. Сделал пас и сам рванулся вперед. Ошибся защитник. Потерял равновесие. В общем, по центру вспороли оборону Мордовии. Футболисты ЦСКА здорово Хонда сыграл, потому что поставил корпус сразу же и устоял на ногах, успев сделать передачу. Но когда вот такие... ЦСКА с мячом. Длинная передача. И за спин защитников Дзагоев вырвался. Опасный удар. Гол. 2-0. Счет становится. Алан Дзагоев забивает. Как все просто. Передача со своей половины поля. И ЦСКА удваивает преимущество в счете. Одним пасом отыграны все полевые игроки Мордовии. Но Адзагоев разобрался с Давидом Ёрченко. Но все так просто исключительно, потому что ошибли защитники Мордовии в этой ситуации, конечно. И Алан Дзагоев сумел здорово распорядиться моментом. Вообще хочется в последнее время отметить высокую результативность Алан Дзагоева. Он и раньше умел забивать, хотел забивать. Это вообще приятно видеть тот настрой, с которым Алан Дзагоев выходит на матчи. Как в футболке ЦСКА, так и в футболке сборной России. Вот это уже второй голова на этой неделе. А до этого, напомню, он же отбывал дисквалификацию. То есть у него, по сути, не было игровой практики. Да, ну и пас великолепный, конечно. Через все поле. И удар того стоил. Ну, видите, еще раз передача дает Расмус Эльм. Да, конечно, вот эта пара шведов Эльм и Вернблум, они должны очень помочь ЦСКА. Они здорово чувствуют друг друга. Ну, а Эльм, он гораздо игры. Уровень активности в центре поля, уровень точности передач в линии атаки. Сейчас будет желтая карточка. Безусловно, Ахмет Муса ее получит. И постараться как можно проще сыграть на своей половине поля, чтобы избежать ненужного риска. Вот такой вот немудрячий рецепт. Первая желтая карточка в этом матче. Кстати говоря, Мордовия без предупреждения обходится уже третий, четвертый тайм подряд. Потому что в Перми игроки команды Федора Щербаченко не получали желтых карточек. По ходу четырех сыгранных туров, ну, уже практически пяти, всего четыре предупреждения. И это от команды, в исполнении команды дебютанта. Хонда. Снова игра в касание. Здорово, Муса принимает мяч. Входит штрафной точный пас. Загоев, Загоев. Удар поворотом, гол. Песка Хонда. Мяч направляет в сетку ворот. Загоев не пожадничал. И вместо того, чтобы самому пробить, выдал пас партнеру уже на пустые совершенно ворота. Очень здорово все это было сыграно. И счет становится 3-0. Ну, сейчас еще раз мы посмотрим концовку атаки, уточним, кто там все-таки пробил. Но на самом деле, очень здорово мяч разыграли армейцы. И сделали это изящно и красиво, а не просто вот, что ли, результативно. Да, бывают забитые мячи такие с мясом, что ли, вырванные. Действительно, которые мы ценим как трудовые. А здесь вот все было как вот изящно, как у Моцарта прямо в его произведениях. Причем я бы отметил, что все три гола, которые забили армейцы, сегодня были следствием очень красивых и хороших комбинаций. Ну, или, по крайней мере, изящных и выверенных передач. Да, там Цауня забил. Хонда-то как раз рядом с ним находился. И если бы Цауня не попал, допустим, по мячу, если бы не дотянулся, то, конечно, Хонда мяч переправил бы в сетку. Ну, а так вот Александр Цауня забивает свой мяч. И, может быть, армейские шведы, Эльм и Вернблум, расскажут что-то вот об этой команде своим партнерам. Потому что вот брали интервью у Сергея Геношевича. Он честно признался, что ничего об Айке не знает. Так посмотрел статистику его последних матчей. Он знает, что вроде бы раньше у них было искусственное поле на стадионе. Ну, и на этом все. Желтую карточку Эльм получает. На этот раз он перестарался в борьбе. Ну, а Мордовия штрафной пробьет. Евгений Алдонин в мяче. Перехватили снова мяч футболисты ЦСКА. Идут они вперед. Мяч уже в штрафной площади. Под удар Секу! И над перекладиной запускает мяч Секу Алиса.